Продолжение следует... 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 И 4 осталось. Осталось 4. Вот такая запись у нас должна была с вами получиться. Кто выполнил вот такую схему и выполнил еще на луче? Молодцы, умнички. Проверка. Молодец, Ева. 5 умножить на 2 плюс 4 равно 14. Мы выполнили задание А верно. Задание Б. 17 разделить на 3 равно 5. Остаток 2. Проверим. Смотрим. Мы взяли 5 раз по 3. 5 раз взяли. Здесь мы брали 5 2 раза. А здесь мы взяли 3 5 раз. И у нас осталось 2 в остатке. Посмотрим на числовом луче. Прыгаем. 1, 2, 3, 4, 5. И остаток у нас 2. Проверяем. Выполним проверку. 5 умноженное на 3 плюс 2 равно 17. Когда мы с вами что-то идем покупаем, ребятки, у нас всегда остается сдача. Вот это и есть у нас остаток. Если мы, например, покупаем по 3 суммы 5 конфет, а у нас 17 сумм, у нас, конечно же, 2 суммы останется. Да, ребятки? Пример В. 15 разделить на 6 равно 2. И в остатке у нас 3. Правильно, Сизима, умничка. Вот у нас схематический чертеж. Да, ребятки? Мы взяли 2 раза по 6. И у нас в остатке осталось 3. Молодцы. То же самое проверили на числовом луче. Так, прыгнули 2 раза. И 3 в остатке получили. Выполним проверку. Проверка. 6 умноженное на 2 равно 12. Да плюс 3 равно 15. Молодцы. У кого выполнено, в дневничке ставим оценку 5. Это у нас домашняя работа. Мы с вами повторили деление по схеме и на числовом луче. Записали ответ и выполнили проверку. Посмотрите еще раз внимательно. Кто не успел или у кого не так получилось, пожалуйста, сфотографируйте, мои хорошие. Так, повторим. Составление алгоритма деления с остатком. Молодец, я сидела. Находим наибольшее число, но меньше делимого. Да. Которое можно разделить на делитель без остатка. Данное число делим на делитель. Это значение частного. Оставшаяся часть делимого – это остаток. Проверяем. Остаток должен быть меньше делителя. Деление с остатком. Это значит деление одного натурального числа на другое, при котором остаток не равен нулю. Не равен нулю. Поэтому, хорошие, водички попей. Водички попей. Далее. Можем мы представить 19 в виде суммы слагаемых, каждый из которых делится на 3. Нет, ребятки. Суммы разрядных слагаемых, да? 10 плюс 9 и разделить на 3. 10 не делится, а вот 9 делится. Поэтому мы не можем представить эти числа, ребятки, в виде разрядных слагаемых. Мы вчера это писали, Смитей, мой хороший. Сегодня мы это повторяем, мой хороший. Значит, надо подобрать такое число, которое делится на 3 и меньше 19. Это число 18. Разделим это число на делитель и найдем частное. 18 мы делим на 3, равно 6. Вычтем это число из делимого и получим остаток. 19 минус 18, нет, к 0. Слушаем, мой хороший. Равно 1. Остаток всегда меньше делимого, да? Добились? Да, добились. Составили алгоритм. Что еще необходимо? Надо будет нам с вами потренироваться в решении подобных примеров. Всем все понятно, ребятки? Мы сегодня полностью выполнили и повторили домашнее задание, мой хороший. Поставьте оценочку в дневничок и уберите его пока в сторону. Так, теперь наша любимая физминутка. Так, вы, наверное, устали. Ну, тогда все дружно встанем. Все встали около своих стульчиков. Ножками потопали, ручками похлопали. Окей, надо тоже отдых нам физкульт-минутка. Моя хорошая, лишь добавь звук. Покрутились на месте, повертелись. И за парты все опять уселись, да? Сели мы, хорошие, за парты. Глазки крепко закрываем. Глазки надо тоже, ребятки. У нас гимнастика для глаз. Закрыли глазки. И считаем до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Посчитали. Открываем, поморгаем глазками. И работать продолжаем. Молодцы, мои хорошие. Умнички. Дальше работаем. Так, откройте, пожалуйста, учебник Моро, страничка 10. Откройте, мои хорошие. Откройте. Я тоже с вами вместе открою. Учебник Моро, страничка 10. Обозначение геометрических фигур буквами, да? Нет, это пока не писать. Мои хорошие. У вас все есть в книге. Переписывать не надо. Значит, смотрим. Точки. Точки на чертеже обозначаются за... Десятое, мои хорошие. Одинай. Обозначаются заглавными латинскими буквами. А, Б, С, Д, Е, К. И другими. Олеж, добавь свой звук, мои хорошие. Потому что у меня звук очень хороший. Так, чтобы назвать отрезок, обозначают буквами его две точки и его концы. Например, О, М, Е, Т. Вот эти вот здесь точки, а мы вот такие маленькие палочки с вами ставим, да? Многоугольники обозначают буквами его вершины и называют, вот смотрите, А, Б, С и А, Б, С, Д. Вот видите? Вот это называется вершины. Так, квадрат А, Б, С, Д, и треугольник А, Б, С. Нет, ребятки, мы смотрим с вами. Мы смотрим. Так, дальше будем записывать. Теперь открываем тетрадки. У нас записано число. Классная работа. Берем линейку. Берем карандаш. Так, теперь задание 1. Измерь стороны треугольника О, М, К и узнай, на сколько миллиметров сумма длин отрезков О, К, О, К и О, М больше длины отрезка К, М. Вот этот треугольничек мы с вами начертим. Перечертите его в тетрадь. Перечертите. Измерьте. Он есть у нас в учебнике на странице 10, мой хороший. Линейка. Измеряйте длинные сторон. Давайте. О, К, О, М и К, М. Измерили. Софиечка, страничку 10 открывай. Пиши задание 1. Чертить вот этот треугольник. Все начертили. Номер написать, Аделя. А как же? Записываем номер. Конечно, мой хороший. Так. Теперь посмотрим. Дальше. Длина отрезка О, К, 1 см, 3 мм. Вот так пишем. О, К. Да, да. Симметрой записываем. О, К, тире. 1 см, 3 мм. О, К. 1 см, 3 мм. Записываем. Так. Следующий измерили. Следующий отрезок. О, М равен 3 см. Да, да. Тетрадь, моя хорошая. 12-листовая, в которой мы каждый день работали. Длина отрезка О, М равна 3 см, 7 мм. А сколько же сантиметров у вас получился отрезок К, М? Сколько сантиметров и сколько миллиметров? Помогаем мне, ребятки. Измеряем. Измерили? Так. Получилось? Угу. Так. 4 см, Решка. Длина отрезка К, М 4 см. Угу. А у нас вопрос звучит. Насколько больше, да? Насколько? Так. Выполним решение. Для этого нам нужно знать, сколько же миллиметров у нас содержится в одном сантиметре, да? Смотрим. Вот эту запись, ребятки, надо записать. Записываем. Первое действие. Мерим, не балуйся. Так. Записываем, мои хорошие. Так. Записали. Записали. 1 см 3 мм плюс 3 см 7 мм и выразим. Выразим. Нам надо 1 см умножить на 10 плюс 3 мм и 3 см надо умножить на 10 и прибавить. Сложили. Сложили. Записывай, Елена. Записываем, моя хорошая. Сложили. 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 37. Равно 50 мм. 50 мм это у нас 5 см. Так. Записали. Пишем, ребята. Пишем. Вот эти слова не надо писать. Длина отрезка, длина отрезка. Это не надо. Мы только сами отрезки и сколько сантиметров и миллиметров содержится в этом отрезке записываю. Так. И вторым действием мы вычтем. Мы вычтем. Из большего, вот у нас сумма длин этих отрезков, да, равна 5 см. Вычли, получили 1 см. То есть у нас получается 10 мм разница, да, длиннее эти два отрезка, чем один отрезок на 10 мм. И запишем слово ответ. Слово ответ. На 10 мм сумма длин отрезков ОК и ОМ больше длины отрезков КМ. Записали? Записали. Кто не успевает, сфотографируйте. Записали. Выполнили. Молодцы. Так. Умнички. Вот мы с вами нашли сумму длин отрезков и узнали разницу. На 10 мм сумма длин отрезков ОК и ОМ больше длины отрезков КМ. Выполнили. Идем дальше. Теперь задание 2. Задание 2. Нам дан отрезок АВ длиной 60 мм. Нам надо отметить на нем точку С. Так, чтобы длина отрезка АС была равна 15 мм. Узнай длину отрезка СВ, не измеряя его. Если у нас длина 60 мм, а нам надо отметить точку. Так. Сначала начертим отрезок АС. Так, давайте. Вот у нас дал. Нам дан был отрезок АВ, а мы сейчас отрезок АС начертим. Да, вот он С. Затем отмерим линейка 15 мм. 15 мм. Затем 15 мм мы с вами отмерим. Отмерили линейка 15 мм. И отметим на отрезке точку С. Вот мы отмерили 15 мм. Отмерили точку С. Чтобы найти длину отрезка СВ, не измеряя его, из длины отрезка АВ, мы вычтем длину отрезка АС. То есть, да, чертить. У нас АВ чему равен? А АС чему равен? Надо из большего вычесть меньшее. Вычитаем, сколько получим. Сколько получим. Бакай, пиши, мой хороший. Нам надо начать правильно, Маргарита. Умничка. Поставь себе 5, Маргарит. Поставь, моя хорошая. Молодец. Очень хорошо работаешь. Ева, умничка. Молодцы. Вот, правильно, мой хороший. Мы нашли 45 мм. Тогда длина отрезка СВ. Нам надо записывать только основное. Начертили. Записали. Это у нас рассуждение. Рассуждение мы выполняем устно. Чертим и записываем. Далее мы записываем. Ответ. Нурдой, лед. Молодец. 45 мм. Длина отрезка СВ. Умничка. Молодец. Раяна, умничка. Тима, молодец. Умнички, мои хорошие. Все молодцы. Все, кто работает, кто старается, я довольна вами. Умар, умничка. Записали. Записали, мои хорошие. Записали. Идем дальше. Игорь, умничка. Молодец. Так. Теперь страничка 11, номер 1. Нам надо начертить отрезки АК длиной 5 см 3 мм и BM отрезок длиной 3 см. Конечно, 5 на полях. Мои умнички. Кто выполняет, у кого все хорошо, пожалуйста, ставьте, ставьте. Симитей. Успевай, мой хороший. Вот наши отрезки. Записываем. Задание 11. И чертим. Отрезки. И отмечаем. Длину отрезков. Сверху пишем. Канулечка, не будешь успевать, мой хороший? Фотографируй. Так. Начертили. Ну, Ромир, работай, мой хороший. Работай. Начертили, обозначили, написали. Так. Выразим их длину в миллиметрах. Но сначала вспомним, что в одном сантиметре осыл правильно, 1 задание, да, 10 мм. Вспомнили? Ничего, явно не переживай. Я отправлю сегодня презентацию. Не переживай, мой хороший. Отправлю. Так. И записываем. Если у нас в одном сантиметре 10 мм, мы должны 5 умножить на 10 и прибавить 3. Мы знаем, 5 на 1 умножили и приписали в нулик, да? 5, да. Мы чертим вот эти два отрезка и записываем вот эту строчку. Молодец. Умничка, Маргарита. Поставь еще одну пятерку. Молодец. Умничка, Маргарита. Молодец. Ставь 5, моя хорошая. Ставь. Ставь. Вы можете в дневнике за урок хоть 10 пятерок поставить. Игорь, молодец. Умничка, Игорек. Молодец. Ставьте. Хоть 10 пятерок. Молодец. Нурдой лед. И записали, да, ребятки? Здесь мы ответ записывать не будем. Мы только выразили. Нам не сказали здесь. Нам сказали только выразить. Раяночка, умничка. Молодец, моя хорошая. Алибек, София, молодец, Ева, умнички, мои хорошие, умнички. Так, Оришка, молодец. Выполним следующее задание. Нам надо измерить отрезки АБ, Омурбек, умничка, и ЦД. Султан, молодец. Насколько миллиметров длина отрезка ЦД? Умар, молодец. Больше длины отрезка АБ. Найди длину ломаной. Амалия, молодец. Е, К, М, О. Сайкал, умничка. Молодцы, мои хорошие, молодцы. Так, ну давайте попробуем выполнить. Мы чертим отрезки АБ и ЦД. АБ и ЦД. Они у нас в учебнике уже есть. Нуждо лед, пиши, мой хороший. АБ и ЦД у нас уже умар, умничка. Они начерчены вот в учебнике в задании 2. И вот теперь нам надо написать. Значит, выразим. Длина отрезка АБ и ЦД записываем. Записываем. АБ 3 сантиметра 5 миллиметров. ЦД 5 сантиметров 5 миллиметров. Так. Выполнили. Вычли. Вычли. Мы перевели в миллиметры сразу, зная определение, сколько содержится в одном сантиметре миллиметров. Мы сразу перевели и здесь, мои хорошие. Вот наша ломаная. Давайте устно выполним. И вот длина отрезка, да? Длина отрезка. Нет, не пиши, Асюша. Е, К, К, М. Да, мой хороший, нам надо успеть. Вот, значит, 20 миллиметров разница между отрезками и длина ломаная 7 сантиметров 5 миллиметров. Это устно, ребятки, можно будет выполнить самостоятельно. Так, дальше. Вот это тоже задание. Постарайтесь устно выполнить самостоятельно, мои хорошие. Попробуйте. Завтра мы это задание с вами еще разберем. Разберем. Я его вставлю. Я сейчас уже начинаю потихоньку прощаться с вами, ребятки. Да, мои хорошие. Прощаться уже начинаю. Да. Ага.